Мы сейчас находимся в селе Прибукское, это всего в часе езды от Николаева. Война пришла сюда в середине марта, уничтожив процветающее село, практически полностью превратив его в передовую. До позиций российских военных здесь всего 5 километров. Нас встречает Сергей, староста села. Он знакомит нас с прифронтовым населенным пунктом. Одно из первых зданий на нашем пути – разрушенная больница. В прошлом году ее полностью отремонтировали. Обстрелы российской армии выдержали только несколько стен. После первого обстрела больница была целая, где-то шифер поломанный. Мы после обстрела начали вывозить технику. Компьютеры вывезли, все, что смогли. То, что засунули в машину, то и вывезли. А все эти обстрелы уже каждый раз добавляются и добавляются. Сейчас из полутора тысяч жителей в селе осталось чуть более 20 человек. Один из них – Андрей. Он показывает нам, что осталось от его дома. Закидывал ребенка в подвал. Жена ловила. Это было страшно. Во-вторых, сейчас живу, потому что мне негде находиться. Где мне находиться? Никто дом не вернет. Ничего. По каждому зданию в селе можно изучать виды российского вооружения, которое применяется в ходе полномасштабной войны против Украины. Здесь следы от попаданий ракет, реактивных систем залпового огня, град и артиллерии. Единственную в селе церковь святых Петра и Павла уничтожила авиабомба. Когда была колонна, ехала в наше Прибукское. Я вижу через одну улицу. И чтобы как-то людей обезопасить, жене кричу. Давай пиши в Фейсбук, что колонна сюда едет. Она написала, а я побежал к церкви сюда через огороды колокол, чтобы люди услышали, что действительно опасность. Тарабаню. Колокольня только и уцелела. Под грудой камней виднеются остатки икон. Вон наш сельский совет виднеется. Он еще более живой. Крыша есть, но окон нет. Рядом со зданием сельсовета огромная воронка. Их количество в селе увеличивается с каждым днем. Обстрелы тут не утихают. Такая вот экскурсия по севу проходит практически на бегу. Над нами могут летать российские дроны. Бежим к разбитой ферме. До войны сельское хозяйство было основной сферой занятости всех местных жителей. Но теперь поля, непривычно заросшие сорняками. Вся техника сгорела. Точно увидите комбайны, которые стоят возле дворов. Стоят поврежденные, побитые. Дай бог, закончится война. Но не будет чем работать. Вот так сейчас выглядит Сенская школа. До начала полномасштабного вторжения здесь училось больше 150 детей. Современные классы, свежий ремонт, новое оборудование. По словам Сергея, школа не уступала Николаевским. Все это было до прихода россиян. За два дня до войны вот утре их уже купили, поставили. Осталось только канаты натянуть. Юрий тренер по боксу. В первые дни полномасштабной войны на фронте. Сейчас показывает, что осталось от его клуба. В этом зале у нас снаряды, мешки, работа на мешках была. А вот тут была разминочная, вообще физическая подготовка была. Будем надеяться, что это все вернется, конечно. Что мы победим в скором времени. Что дальше будем развивать спорт, восстановим все. Дети вернутся и будут дальше заниматься спортом. В Прибукском нет воды, газа и электричества. Без гуманитарной помощи здесь не выжить. По словам старосты, более 95% жителей выехали, но звонят ему каждый день. Ждут и спрашивают, когда можно вернуться в родное село. Дарья Литовченко, Денис Синченко, Николаевская область для телеканала Freedom.